всем привет с вами гримван и в этом видео мы создадим всю логику отображения жизненных показателей персонажа давайте приступим в первую очередь давайте создадим саму логику для этого я перейду в player system здесь я захожу blueprint мы видим что нас тут инвентарь давайте мы создадим отдельную папку именно для инвентаря потому что у нас будут разным системой и давайте будет инвентарь для начала это мы закинем сразу сюда следом мы закинем утилити сюда так но это бывает там баги так давайте player system и создадим еще одну папку и теперь она будет называться у нас player life system ну пусть так будет пока что следом мы создадим а такой blueprint который является actor компонентом не назовем его и назову его essence bp и в нем мы будем записывать все жизненные показатели которые существуют давайте мы добавим так здесь нам понадобится куча перед всяких переменных давайте вот это выключим это тоже первая переменная конечно же это здоровье здоровье персонажа так как это сувайвл я предполагаю что у игрока будет 100 здоровья и 100 процентов и разумеется он будет во флот так пусть вот так лет хелс и подключать сюда также понадобится переменный макс хелс зачем нужен макс хелс по сути нас всегда будет 100 здоровья максимально но я хочу сделать такой момент бывает например у игрока ранения или болезнь но лишь такое какая-то механика в которой у персонажа максимально здоровье уменьшается то же самое будет с выносливостиusz например мы не выспались у нас мало энергии и у нас не может быть больше энергии то потому что надо поспать чтобы максимальное количество энергии восстановилась здесь текущая энергия и максимальная а то же самое со здоровья тверд sustaining ранен то у него максимально здоровье меньше чем может быть или он не поел там и так далее поэтому я создаю отдельно перемену макс хелс и вот макс хелс изначально давайте сделком пол сейф будет 100 не подключать в самом начале что макс холлс это 100 и соответственно здоровье мы тоже записываем как макс хелс самом начале далее нам нужно следующий переменную следующие перемены это у нас стамина на нашей энергии и конечно же макс стамина опять же стамином подключаем сюда макс стамином подключаем сюда и опять же компайл сейф и макс стамина у нас тоже будет 100 как у нас будут элементы рпг то можно будет немного улучшить эти данные но этом потом когда будем делать тогда покажу как это сделать я все это сохраняем дальше следующее что хочу чтобы моего персонажа было это получается ханга да как так напишем голода то есть показатель того насколько сыт персонаж и так секундочку я добавляю разумеется макс хангер отключаем сюда опять же компайл сейф я тоже сделал здесь 100 и последний показатель который создам это жажда first то есть желание выпить воды и опять же макс first в будущем если нам понадобится еще какие-то показатели можем сюда вернуться и создать на данный момент пусть будет 4 показателя все записывается так все теперь у персонажа уже есть получается его здоровье выносливость голода и жажда это пока что основные показатели теперь нам нужно сделать так чтобы эти показатели работали как они должны работать в первую очередь давайте добавим всем этим элементам возможность теряться это создам функцию который будет называться ас валю вас давайте напишем так до из меньшение значения здесь нам нужен будет input параметр 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 type типа флот компайл сейф то есть сюда будет добавил вставляться пример жажда давайте сейчас выкину покажу как это работает я возьму в элиос допустим да я возьму house сюда и получается когда мы делаем параметр type мы из него уже сразу вычитаем наши потери дальше мы создаем переменную переменная будет называться лос маунт и отправляем это сюда из параметр type мы вычитаем лос маунт даже не так давайте это сделаем не виде параметр а добавим сюда этот пин потому что мы это тоже нужно добавлять сюда лос маунт вот так и подключаем сюда то есть из этого параметра вычитается количество которое мы потеряли и следом происходит селек флот что здесь происходит в первую очередь мы сравниваем это значение с нулем и подключаем сюда если это значение больше даже не больше наверно давайте тем лучше меньше 0 то есть если это отрицательное значение то наше значение должно быть 0 а если это значение не меньше нуля то есть это число положительное либо 0 то соответственно будет записаться это значение то есть на true если это значение меньше 0 мы записываем 0 и в итоге это все записывается на в этом параметре то есть я делаю ритур нод давайте вызову ритур нод ритур нод я добавляю параметр который называется параметр результ результат который мы получили подключаем сюда вот так например если на здоровье то вычитаем урон который мы получили если урон соответственно меньше нуля то пишется здоровье равно 0 и выдается что этот параметр теперь равен нулю ну и соответственно если там привычилось из 100 здоровья 30 здоровья мы потеряли то то не меньше нуля поэтому пишется 1070 и 70 подается сюда то есть это наше новое значение довольно простая функция непонятно теперь смотрите лосс и маунт мы его будем вызывать не здесь мы будем вызывать его у персонажа потому что у персонаж будет происходить событие получения урона траты вин выносливости и так далее поэтому пока что вот так давайте ему интегрируем персонаж я перехожу в чаректор player blueprint и здесь и добавляю компонент так давайте мы добавим знаете как он у нас называется essence bp мы его добавим вот так и я назову здесь player stats все теперь у нашего персонажа есть статы вот нас воду mount есть да давайте убили вот это все а вот и не нужно и давайте мы создадим ему у игрока соответственно логику связано с его здоровьем свой этим то есть получением урона в этом вот первое и венд и не дэмэдж пока так здесь мы делаем где у нас это этот компонент вот он здесь мы вызываем value loss параметр type мы берем отсюда house get house включаем сюда вот волосы mount это наш дэмэдж то есть вот таким простым образом мы уже собрали логику получения урона так все таки это красивее было вот так пока что вот так соответственно будущем можем сделать логику смерти персонажа да когда у нас параметр результ сравнивается с нулем если наше здоровье не так если наше здоровье равно нулю и подключаем его сюда если соответственно шутся на здоровье равно нулю меньше нулю быть не может потому что это не дает этому произойти то мы сделаем destroy actor это не совсем правильная логика то есть он тут должна произойти анимации все остальные потом только смерть или к но пусть будет так пока что сделаем теперь такую же логику для передвижения то есть когда мы бежим до для нашего спринта где у нас спринт или мы его не создавали вот рандом нас вот его input action рам я хочу сделать так чтобы когда у наших персонаж и на и ванте когда у нас есть когда наш персонаж соответственно начинал бежать у него отнималась энергия сделать это довольно просто мы создаем branch false подключаем сюда потому что на false ничего не будет происходить есть мы берем movement state value делом равно рам и подключаем сюда то есть наш персонаж бежит тогда только эта функция срабатывает если нет то сразу ориентируйте что могут если тру то мы сначала выполняем функцию сразу стру и потом только уже делаем все остальное что нам уже лет возделать мы здесь вызываем опять же нашу функцию из компонента player stats я вызываю здесь функцию о с воле у вас подключаясь сюда лосс и mount у нас получается давайте мы сделаем одну хитрую штуку я поделю это значение на get дельта дельта вал дельта секунд если поделить дельта секундс на самого себя там получим 1 любой числа стилит на самого себя равно единице то есть нам уже получились один чтобы она не влиял никак но частота кадров сама на себя не никак не влиял на игру и затем нам уже разобраться с лоссом он сколько мы хотим о сэмаунта давайте пока что будет равно 1 то есть я вот так подключим будет тратиться одна энергия в секунду параметр type мы отсюда достаем стамину стамина и подключает сюда что у нас получается нас получается наш персонаж теперь тратит энергию и разумеется разумеется когда мы уже там но отняли энергию мы это должны записать в наш в нашу стамину поэтому я сделаю сет стамина подключаясь сюда это сюда и вот отсюда я подключаю сюда то есть после труя все равно нужно вернуться сюда и кстати да здесь мы где мы потеряем здоровье мы должны этот результат также записать то есть здесь я вызываю сет health включаем сюда это сюда компайл сейв все и это сюда замечательно теперь у нас прибеги должна отниматься энергии но мы это пока что не можем полноценно проверить давайте мы временно сделаем так я здесь вызову print string и подключи его давайте подключил сюда чтобы не разорвать связи сильно сделал вот так здесь duration не надо вот это я подключу сюда development он ли здесь я сделаю ноль но так давайте посмотрим на нашего персонажа как у него тратится выносово сейчас выносовость не должна тратиться не тратится эти да энергия очень быстро тратает так давайте мы сделаем кое-что еще у нас получается я хочу проверить давайте посмотрим единица да но тик у нас происходит не раз в секунду давайте мы сделаем так чтобы тик происходил раз в секунду до вот так то лучше давай теперь каждую секунду отнимается одна энергия но я хочу изначально сделать здесь два и стамина ласта тоже будет параметром персонаж то есть можем будет подкачивать шупа тень персонажа двигался но мог убежать больше за счет того что уменьшается количество ноги затрачиваем на объект все вот теперь уже неплохо так следующая часть это голод и получается жажда у них будет абсолютно идентичная функция но давайте мы немного здесь наведем порядок слишком много пинов в первую очередь давайте превратим вот этому уберем отсюда давайте мы превратим эту часть где мы используем ну да ориент rotation to movement вот эту часть давайте мы все это превратим в макрос не нажимаю правую кнопку мыши и выбираем коллапс то макро и вот так заходим наш макрос возвращаемся что у нас тут нет это часть нам было нужно просто для красоты то есть ну то есть чтобы посмотреть могли но по факту нам не нужно чтобы у нас был output get поэтому мы вот это убираем отсюда в первом случае вот это давайте тоже по удаляем идти и напишем название итак название первое это у нас true а этом false и false подключаем напрямую сюда это нужно чтобы мы сами понимали что мы выбрали да чтобы нам было понятно откуда какой пин выходит это вот так так это можно вот так вот стать давайте вызовем отдельно сюда ты стараемся делать код читабельным компактным и об этом уже много раз говорил вот так loss amount давайте у вас amount мы снова сделаем умножить интер интегер на флот подключаем сюда энергии мы отнимаем 2 ну пусть пока 2 будет и давайте сделаем здесь флот на флот потому что потому что когда мы будут модификатора да то есть у персонажа будет уменьшаться количество затрачено энергии чтобы он мог быть дробным все вот так и здесь мы пишем соответственно наш давайте мы вернемся к нашим essence блюпринту создадим здесь категорию которая будет называться base статс и мы перенесем все наши данные которые у нас есть вот эти перемены в base статс что у нас опять же не было бардака у нас будет здесь очень много переменных все я закрываю base статс больше у нас здесь ничего нет я создаю новую переменную которая будет отвечать за потерю этих ну различных элементов стамина loss value compile-save изначально будет 2 compile-save и я здесь теперь беру опять же player stats из него вызываю сами на loss value и подключаю это сюда отлично сюда и вызываем get world delta seconds и подключая сюда судя тот же код но самое главное что мы сделали мы его сделали намного более читабельным и и мы не загружаем и в антик сейчас я вернусь в антик компайл сэйф давайте название макросу дадим нормальный я здесь напишу стамина loss компайл сэйф и давайте сделаем еще кое-что энергия который будет тратиться на бег то есть вот это будет происходить не только когда у нас ран то есть равно зарабатывает когда у нас персонаж уже просто нажал shift но нужно чтобы он еще и при этом двигался то есть пусть мы просто нажимаем shift у нас не должна отниматься энергии поэтому мы здесь делаем бренд подключаем это сюда дальше мы берем нашего персонажа вот давайте нашу персонажа просто вызовем get velocity speedstruck pin мы пишем здесь больше нуля давайте не больше меня больше десяти и подключаем сюда я не должны так вот так и вы отключаем это сюда потому что нам нужно еще одно больше десяти для y подключаем это сюда вот так то есть наш персонаж в движении да у него либо x либо y больше 10 кроме z почему z нет потому что z это вверх вниз то есть наш персонаж падает и мы нажимаем shift он не должен терять энергию вот то есть у нас получается тратится энергии только если мы находимся в движении по x и то есть вот так но не вверх-вниз все вот теперь это правильно в случае если фолсусе персонаж не двигается так вот да давайте мы добавим and река вы также добавим то же самое но с восстановлением то есть если наш персонаж ну стоит просто да не бегает то у него должны постепенно восстанавливаться энергии поэтому мы делаем вот так параметр type все та же стамина а вот loss amount у нас меняется то есть мы берем вот это здесь мы умножаем на минус ставить минус 5 так давайте все умножим да если напишу минус 5 и подключу сюда ну и давайте минус 2 сделаем опять же этот параметр можно будет изменять то есть можем потом добавить еще такой параметр в будущем так что мы забыли таргет до таргет у нас вот здесь так давайте еще раз вызовем player stats опять же чтобы все было читабельно и так давайте посмотрим вернемся к нашим с bp в львоз сюда мы также должны еще кое-что проверить select флот еще один получается так и нет не меньше уже больше да больше макс макс параметр добавляем тогда макс парам я вот так напишу и вот это подключаем сюда то есть соответственно макс парам мы подключаем и в писем больше то нам нужен макс парам а если меньше то то значение который у нас есть для этого нужно вызвать бранч подключаем бранч у нас будет return value еще один соответственно что мы здесь проверяем так проверяем значение loss amount то есть loss amount больше либо равно нулю если он больше либо равно нулю то есть здесь у нас как получается да у нас в конечном итоге мы умножаем у нас получается положительное число есть есть у нас больше нуля loss amount то соответственно наш персонаж восстанавливает здоровье и значит работает вот эта часть там где у нас больше и вот это у нас подается то есть на true мы вот так если false то есть нас отнимается здоровье то мы делаем вот эту часть вроде все правильно если что вернемся так компайл сейв так давайте мне не нравится слишком много параметров давайте мы сделаем парам тайп все мы видим что код стал намного проще вот так это сюда так это центральная часть кода поэтому чуть-чуть придется больше жгутов использовать компайл сейв так теперь проверим как все это работает это у нас макрос дан ивент графом смотрим и макрос стал всего лишь одной ноды вот здесь давайте мы на ивент тик вот здесь вызовем еще раз где у нас компонент стамина где то стамина и давайте принц стринга вызовем вот так вот так давайте тем 0 потому что у нас будет теперь постоянно так и это закроем вот так все давайте проверим как у нас выглядит стамина так она у нас восстанавливается если нажимать бежать так она идет в минус так что то не так смотрим еще раз максимальный параметр нужно подать вот чем делаем отлично макс это у нас стамина да давайте подадим так так почему то энергия продолжает восстанавливаться я понял в чем дело у нас тут идет же вычитание получается А значит у нас здесь положительное число, а здесь получается в итоге отрицательное А значит вот здесь должна быть обратная нода, то есть меньше нуля Вот так А теперь все должно работать Да, мы видим, у меня ровно 100, если нажимаем, у меня начинает тратиться энергия Мы видим, да, теперь энергия тратится Она восстанавливается вдвое быстрее, но так и надо То есть, ну, это игровая условность, что мы быстрее могли, ну, больше бежать С velocity тоже надо кое-что сделать Давайте мы вернемся к velocity, да, у нас вот оно Мы сделаем вот так Get forward vector Давайте сделаем self Get forward vector И сделаем Вернее даже не так, мы сделаем это Recombine Сделаем здесь get velocity Здесь мы вызовем get right vector И мы здесь сделаем dot product Вот это отличный способ поймать как раз для Как это называется Для, у нас root motion, анимации здесь И они у нас записаны именно в таком виде То есть, они у нас так работают И поэтому мы сразу Решаем эту проблему Вот так Все, теперь уже видите, да, поворот не имеет значения Если я нажимаю shift и бегу, у меня отнимается энергия Все, замечательно С этой проблемой мы решили И энергию мою восстанавливается у нас тоже корректно Теперь следующее Здоровье мы написали Это мы записали Давайте теперь сделаем Логику Затрат Хотя давайте нет Вот логику Голода и жажды Мы оставим на следующее видео Там мы создадим еще логику восстановления Просто Там нужно будет создать предметы Которые восстанавливают голод и жажду У нас этого пока нет И если все это еще нагромодить Ну получится очень большое видео Поэтому давайте эту часть мы оставим У нас получается мы сделали Стамину и здоровье Давайте мы теперь создадим виджеты И на этом закончим Я перехожу в Player System Player Life System Я создавлю здесь User Interface Player Start Web Открываем И здесь я делаю следующее Я убираю для начала Canvas Panel Затем создать Size Box Size Box И я Давайте размер Какой мы сделаем здоровье Custom Размер мы сделаем Давайте 300 На 160 Size Box Мы тоже сделаем На 160 Вот так Сюда мы добавим Vertical Box Так В Vertical Box мы добавим Добавим Horizontal Box И давайте мы В Vertical Box Вот вернем В горизонтальном боксе Мы сделаем следующее Мы добавим сюда Две вещи Первый это текст И второе Это Progress Bar Замечательно Теперь мы берем Horizontal Box Паддинг Я сделал 5 Берем текстовый блок В текстовом блоке Мы сделаем здесь Размер 16 Давайте сделаем 20 Чуть больше можно И здесь я напишу просто Health Замечательно Progress Bar Я нажимаю Fill И паддинги ставлю 10 Так давайте в топ Мы сделаем 5 И здесь тоже Bottom 5 Вот так Давайте посмотрим Также наш Progress Bar Это переменная Которая будет Это Health Bar Так цвет Health Bar Будет около красного Ну вот такой Для наглядности Давайте посмотрим процент То есть вот Наше здоровье И Мы сделаем следующее К этому Progress Bar Так Где нас Horizontal Box Мы продублируем его Здесь название Мы поменяем На Стамина Так Давайте мы Обойдемся без Progress Bar Потому что У нас здоровье И все это в процентах Правильно Давайте вместо этого Мы добавим текст Соответственно Если хотите делать Со шкалой здоровья То можете делать Как я уже показал С Progress Bar Ну а здесь я сделаю В процентах Потому что Ну у нас Здоровье всегда Сто процентов Больше не будет Давайте Текст Блок Вот он Мы сделаем переменной И я напишу Life Amount И padding Соответственно Сделал Опять же Здесь 10 5 10 5 И размер 20 Так Здесь я сделал 5 И здесь я сделал 5 Вот так Здесь давайте Я напишу Пока что 1000 Вот так Можно Также сюда Добавить Какой-нибудь Border Я возьму Border Добавлю Horizontal Box И в Border Я уже добавлю Количество Здоровья Border Давайте Мы покрасим Черный И прозрачность Я сделал 0.6 Вот так Для Border Я сделал Padding Слева 20 Давайте 25 Даже Все остальное В принципе Тут можно Сделать 5 5 Вот так И Health Тут уже Делаю Больше Вкуса Калибровки Всяких Размеров То же Самое Делаем Со Стаминой 5 5 5 5 Вот так И делаем Life Amount Тоже Бьем Копируем И сюда Добавляем Вернее даже Вот так Копируем И добавляем Но здесь Мы уже Делаем Немного По-другому Padding Left Мы делаем Вот так И здесь Left Мы делаем 5 10 То есть Чтобы они Были Да Все Так 5 Нет 7 8 Ну Вот так Чтобы они Плюс Минус Были Друг На Друг Смотрели Дальше Размер Да Текст Где У Нас Здесь Мы делаем Как И Было Да 10 Так Давайте Ка Мы Сделаем Здесь Border Так Где У нас Border Да Вот он Так Ладно Я Вырезаю Вертикал Бокс Добавляю Сюда Border И уже В Border Я вставляю Вертикал Бокс Вот так Чтобы у нас Был Бордер Ну Вот так Мы Сделаем И здесь 6 И уже Вертикал Бокс Можно Не Выделять Фон То есть Здесь Нам Border Можно Удалить Так просто Будет По-моему Неправильнее Отлично Теперь Life Amount Можно Чуть Чуть Отдалить Здесь Можно Делать 25 30 Вот 30 И Последнее У нас Получается Нет Не последнее Да Наш Жизненный Показатель Hunger Но Опять же Возьмем Наш Horizontal Box И Продублируем Его Только Здесь У нас Будет Получается Hunger И Давайте Еще Продублируем Здесь Размер Мы Увеличим На Получается Где-то 200 210 220 Нет Давайте 213 Вот так Окей Вот такого Размера У нас Получается Только Здесь Уже Не Hunger А First Вот так Соответственно Этот текст Мы Должны Тоже Отодвинуть Вот так 20 Здесь Наверное 25 30 Ну Где-то Так Окей Так Ну тут Я вижу Стамины Не совсем Вот Где-то Так Окей Проверяем Пишу Все это было переменными Тут мы не пишем LifeAmount Тут мы пишем Стамина Mount Здесь мы пишем Соответственно Founder Mount И здесь мы пишем First Mount Переходим В граф У нас есть Четыре Элемента На Event Tick Мы добавляем Каждый Из них То есть Мы вызываем Все Их Здесь мы Мы вызываем Cast To Player Chart BPM Берем Get Player Charakter Подключаем Сюда И отсюда Мы вызываем Stats То, что мы создавали Тогда Где у нас Get Player Stats Все Так Так У нас Hinger Да У меня написано Mount Не Hinger А Hang Вот так Соответственно Начинаем Давайте Со здоровья LifeAmount Set Text Set Text Я подключаюсь Сюда Здесь Я вызываю Get Health И подключаю Его В такую штуку Давайте Я сделаю Это отсюда В формат Давайте Сделаем Небольшую Функцию Чтобы Нам не повторять Каждый раз Мы Сделаем Это Set Text In Widget Сюда Мы добавляем Input В виде Текста Или нет В виде Флот Да Вот так Здесь Мы делаем Text Текст Вот так Затем Вернее Давайте Это мы превратим В Integer Потому что Нам уже не очень Дробное значение Внутри Наших Этих Элементов Так Неправильно Делаю Надо написать Integer Транкейт To Транкейт Нам нужен Где он Транкейт Давайте Напишу Транкейт Короче Транкейт Вот так Все у нас Integer Integer у нас Превращается В текст Так To Text Вот так И отсюда Я делаю Формат Текст В формате Я делаю Вот так Здесь я пишу Value И здесь я делаю Вот так И вот это Я подаю Уже В Конец В Return Compile Save Возвращаясь В Event Graph Беру Вот эту Штуку И подаю Ее сюда Set Health Вот так Это Раз Первый Set Текст Это у нас Был Life Amount Подключаем Сюда Следующая Стамина Делаем То же Самое Но здесь Мы вызываем Стамину Get Стамина Подключаем Опять же Сюда Это Сюда Вызываем Set Text Результат Сюда Таргет Вот этот Дальше У нас Идет Hunger То же Самое Опять Вызываем Эту Штуку Вызываем Set Текст Это Сюда Здесь Мы Вызываем Здесь Мы Вызываем Наш Hunger Давайте Сразу Вызовем И Этот Перст Все Вот Весь Наш Комплект Да Наших Элементов Сюда Hunger Хангер Ответ Потом Я Вот это Еще раз Дублирую Для Последнего Случа Так Здесь У нас Текст Был Для Хангера И Наконец Последний У нас First Идет Вот он Для Назначение Назначение Так Давайте Мы Вот Так Компайл Сейф Вроде Как Все Верно Компайл Сейф Так Это Все Есть Вернемся К Плеер Чар БП В Ивент Граф Где Мы Добавляем Его На Ивент Begin Play Где Он У нас Вот Мы Добавляем Ему Интерфейс Давайте Мы Добавим Еще Инвентарь Ой Инвентарь Господи Еще Один Виджет Мы Делаем Create Виджет Следующий Виджет Который Мы Добавляем И У нас Это Будет Плеер Stat Вб Который Разумеется Добавляем В Сайз В Наш Юпорт Да Вот Этот Где У нас Плеер Вб Реф Канвас Который У нас Есть Плеер Канвас Панел Add Child Канвас Подключаем Сюда Контент Разумеется Сюда Следом Что Мы Делаем Мы Делаем Set Auto Size Поза Позицина Позицина Менять Не будем Будет Нас В углу Давайте Посмотрим Как это Выглядит Да То есть У нас Все Статы Есть Мы Как у нас Энергия Постепенно Тратится То есть В режиме Реальном Времени Все Это Тратится Но У нас Немного Не так Выглядит Size Box Для Этого Мы Вернемся В Наш Дизайнер Border Да У нас Получается Полный Size Box Да Вот Видите У нас Size Box Не Соответствует Размеру Все Еще Рассмотрим Все Теперь Все Верно Возможно Длина У нас Слишком Большая Да Вот Эта Часть Нам Не Нужна Такая Длинная Давайте Сделаем 280 250 240 Ну да Где-то 240 А если 212 Сделаем Нет Слишком Много 220 Ну Даже 225 Где-то Вот Так И Size Box Это Дело 225 В таком Случай Compile Save Смотрим Наши Показатели И Видим Что Они Теперь Выглядят Правильно Опять же Энергия Тратится Очень Даже Правильно Если Мы Хотим Посмотреть Как Тратится Жизни Давайте Добавим Куда-нибудь Вот Где У нас Персонаж Вот Давайте Рядом С Дом Вот Здесь Я Поставлю Pain Value Есть Такая Штука Которая Наносит Урон На Своей Области То есть Вот Здесь Я Сделал Чуть Больше Вот Так Он Наносит Один Урон В Секунду Давайте Посмотрим Как Это Работает Я Подбегаю В Эту Штуку Мне Должен Отниматься Здоровье Я Не Могу В Него Войти Да Так Режим Пресет Overlap All Dynamic Custom Не Вот Так Сейв И Финальная Проверка Теперь Здоровье Проверим Как Работает Вот Мы Видим Что Вот Здесь Видим Дальше Здоровье Постепенно Уменьшается То есть Мы В принципе Сделали Первую Часть Будет И Вторая Часть В которой Мы Сделаем Уже Голод И Жажду Ну А на Это Видео Подходит Концом Ставьте Лайк Если Вам Понравилось Было Полезно Интересно Узнать Для Себя Что Новое Пишите В Комментарии Какие У вас Возникли Вопросы Что Вы Хотели Еще Узнать А Так же Подписывайтесь На